НАТО говорит об угрозе со стороны России. Россия об угрозе со стороны Альянса. В последние годы отношения между Москвой и Североатлантическим блоком все больше накаляются. Но кто для кого опаснее? Россия для НАТО или НАТО для России? Добро пожаловать в Куб. Россия и НАТО. Кто они друг для друга? Партнеры? Враги? Агрессивные действия России представляют опасность для евроатлантической безопасности, говорится в коммунике по итогам саммита НАТО. Мы принимаем и будем взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание России ракет средней дальности. Члены Альянса подчеркнули, что остаются открытыми для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда действия последней это позволяют. В коммунике страны НАТО выразили единую позицию, но сами лидеры были уже не так единодушны. Президент Литвы Гитанос Науседа потребовал, чтобы страны НАТО признали Россию угрозой мировому порядку. А вот президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом. Хотя и признал, что НАТО и Москва по-разному смотрят на многие вопросы. И некоторые действия России Альянс считает неприемлемыми. Эммануэль Макрон также усомнился в том, что все страны НАТО считают Россию врагом, добавив, что от диалога с Москвой зависит безопасность всей Европы. Но в то же время французский лидер заявил, что в некоторых случаях Россия действительно представляет угрозу для НАТО. Например, в вопросах кибербезопасности или в том, что касается ее отношений с соседями. Пример тому, по словам Макрона, украинский кризис. Еще до саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что он не видит никакой надвигающейся военной угрозы со стороны России. Но Альянс столкнулся со стратегическим вызовом. Москва, по словам Гентеков, вкладывает огромные средства в развитие военного потенциала, в том числе ядерных сил, и развертывает ракеты, которые могут долететь до европейских городов за считанные минуты. Толтенберг обвинил Москву в агрессии против Украины и Грузии и заявил о присутствии российских войск в Молдавии, на размещение которых правительство страны согласия не давало. Владимир Путин напомнил о том, что с 2008 года сотрудничество с НАТО фактически было свернуто, поскольку, по словам президента, Альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации. Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ, это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Кто для кого представляет большую опасность? Военные расходы стран НАТО и России несопоставимы. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году страны НАТО выделили на оборону 963 миллиарда долларов, Россия – 61 миллиард. Безусловно, в случае гипотетического начала военного конфликта Россия просто объективно не сможет длительное время воевать с НАТО без применения ядерного оружия. Но от этого легче не становится. Россия тоже представляет большую военную потенциальную опасность. Во-первых, Россия гарантированно побеждает на театрах военных действий. То есть до, скажем так, массовой мобилизации стран НАТО Россия одержит верх в регионе Балтийского моря и в регионе Черного моря. Как вы думаете, кто для кого опаснее – Россия для НАТО или НАТО для России? Большинство наших подписчиков выбрали второй вариант. А как бы ответили вы? Участвуйте в вопросах, пишите комментарии и, конечно, следите за Кубом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...